Цветные хот-доги Доброе утро Покажите всем еще раз эти булки, зеленые булки Бирюзовые булки Главное, что не бирюзовые сосиски Потому что бирюзовые сосиски могут пугать потребителя Помню, полежали у меня один раз сосиски в холодильнике пару лет И они были бирюзовыми Какие цвета вообще вы используете в приготовлении, кроме бирюзового? Ну, мы на самом деле всегда пекли классические Но сегодня решили специально для эфира Это эксклюзивчик для нас, для нового утра Первый опыт, интересно Какие ингредиенты у классического хот-дога должны быть? Вы бы сейчас пробулочку имеете в виду? Вообще, вообще Смотрите, главная составляющая вкусного хот-дога Это у нас что? Свежие булочки Сосиски хорошего качества Сауса Желательно, конечно, со всего приготовления И любимые наполнители Такие, как, например, салат из овощей, бекон, сыр, кранч лук Кранч лук! Стоп! 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 Что это такое? Что с этим луком не так? Давайте покажем его Как он делается? Это хрустящий лук, его обжаривают во фритюре Он панируется с чем-то? Да, он в панировке, естественно И он вот за счет этого такой хрустящий Получается и вкусненький очень Можно как семечки его лузгать по большому счету Ну-ка, да, очень вкусный Действительно лук Да, то есть он на самом деле по вкусу Нужно что-то отличается от вкусного лука Получается такая луково-чипсовая крошка Да Можно вкусненько Так, отлично Сколько нужно сосисочку вот жарить? То есть это же фастфудом все-таки считается, да? Да, да А сколько фаст этот фуд? В зависимости от температуры гриля непосредственно Сейчас мы на 150 градусах Держим побольше, чтобы она прогрелась полностью внутри То есть на фестивалях мы дополняем большую температуру И жарим непосредственно поток большой гостей И жарим быстрее Вот если мы хотим приготовить дома Как добиться вот такого эффекта гриля, что ли? Ну, что у меня полоса Гриль на самом деле покупать не обязательно Можно шампур на свечки накалывать И делать такие полупараллельные полоски Все, конечно, проще У многих дома есть сковородки-гриль Они, собственно, продаются абсолютно везде Ставим на плитку Нагреваем Главное максимально нагреть У меня есть сковородка-гриль Действительно она Все, не добавляем масла То есть все обжариваем без масла Ты пользуешься? Получаются эти красивые полоски Да, я делаю стейки дома Прекрасно А теперь вот самое интересное Это про булки Потому что гуляя по супермаркетам Мы сейчас можем видеть в упаковках Американские вот такие булки для хот-догов Но вы печете сами Да, нам пекут наши друзья Наша пекарня То есть у нас булочки, конечно, всегда свежие Каждый день Ну, в магазинах тоже можно найти достойные продукты Бекон Конечно, если поискать Красота Можно вообще заморочиться и спичь самим За счет чего добивается такой вот бирюзовый цвет? Или там секрет фирмы? Добавляем кичевой краситель Кичевой краситель Такой же, как у нас был в кофе Прекрасно То есть это все абсолютно безвредно И не должен этот цвет отпугивать всех тех Кто предпочитает натуральные компоненты Вот ты бы какой цвет выбирал? Вот смотри, какой для тебя цвет Такой вызывающий аппетит Вызывающий аппетит? Да, вот Цвет сосиски, вот как бордовый, такого мяса Булочка цвета мяса Краситель мяса То есть чтобы булка была из мяса Да, да, да И внутри нее сосиски Из хлеба Круто Так, вот посмотрите, да, вот как быстро уже наполняются хот-доги Мы, естественно, это все дело попробуем, но только при добавлении соуса, да, это нам нужно будет сделать Сейчас мы ненадолго прервемся и когда уже будет такой набор сосисок, хот-догов точнее уже готовых будет представлен нам Тогда мы и подойдем к нашим гостям Ну, наша программа начиналась с того, что я-то на крыше кидал снег, лопатой работал, а ребята тут поближе к вкусненькому пытались позавтракать цветными, вкусными, зелеными, а, бирюзовыми 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 Ну вот, я надеюсь, что я успел к самому вкусному, это непосредственно к процессу приема пищи Антон, представь еще раз наших замечательных кормителей Да, вместе с нами сегодня Елизавета Шатура и Алексей Козловский, это владельцы фудтрака, и сегодня мы делаем вкусные хот-доги в бирюзовых булочках, но, как мы уже говорили, важная составляющая любого вкусного хот-дога это соус Конечно И соус как собственного, домашнего приготовления Ну, а сейчас предложим попробовать покупной майонез и домашний майонез, и точно так же кетчуп и домашний соус барбекю Давайте Давайте начнем с майонезом Мы должны сказать, что вкуснее Да, мы, конечно же, должны хотя бы лечить попробовать Или угадать, да, попробовать Так Мы не знаем, да, что это пи-аль Так, а есть чем пробовать? Конечно Немножечко Спасибо большое Здесь разные соусы, да, у нас? Так, давайте мы сравниваем майонез Майонез Ну, наверное, стоит сказать, что вот, наверное, белоснежный цвет майонеза сразу говорит о том, что он покупной, мне кажется Вот, разным покупным Да Давай поменяемся, держи Мне понравился вкус, который Я впервые дегустирую майонез Не ворачивай майонез с хлебом Нет, я ел и сейчас иногда Ммм, боже мой Ну, конечно, вот это домашний вкусный майонез А вот это вот магазинная бяка Я тебе говорю, белый, белоснежный цвет выдает все-таки домашний, он более такой, более молочный, ближе к бежевому Я думаю, цвета-то можно достичь дома, любой, а вкус это покупного майонеза ничем не перебить Давайте-ка барбекю Ну, и тут тоже по консистенции сразу видно, где, да, я той же самой ложечкой, а вы хотите Окей Вот это однозначно, вот это однозначно промышленный майонез, да, промышленный, сделанный на заводе где-то Майонез, да, действительно А домашний он похож на вот заготовки нам бабушкины, он такой, видишь, там лучок плавает Бабушкина леча Бабушкина леча Да, если у вас мексиканская бабушка Бабушка Мари Ну, вот прям небо и земля, конечно же Зато, зато, да, да, вот вкус детства Мне кажется, у вас футараки можно заказывать не только вот в сосиске, но и просто дайте мне, пожалуйста, стаканчик майонеза или соусом кубикю Мы в футараке не используем вообще никакие покупные соуса, у нас все соуса, да, собственно, производство А если клиент скажет, я хочу булочку и вот обильно полить майонезом, и все Только домашним Домашним? Да Продадите такое? Конечно Отлично Пожалуйста Антон, ну что ж, ты дождался? Это у нас классический худок Слушайте, у вас есть бирюзовый худок Вы сразу делаете, да, булку для селфи, чтобы захотелось ее сначала сфотографировать Я понял твой намек Как смотрится Поставил у нас булочка, естественно, с футболком Как еще раз этот лук называется? Кранч лук Кранч лук Кранч лук, тертый сыр, соус замашенный майонез, соус барбекю, собственно, который вы сейчас пробовали И салат Салат из свежих овощей, салат, огурец, помидор, оливковое масло Сколько готовится обычно вот один хот-дог? Хот-дог? Да вот буквально за минуту приготовили Совсем быстро Совсем быстро, да Это очень важно, потому что, когда ты на морозе подходишь, делаешь заказ, тебе хочется быстрее Слушаемся, руками берешь теплую булочку И греешься Вопрос только один еще Мы про соусы вот заговорили Насколько просто в домашних условиях сделать майонез? В общем, на самом деле, не сложно Занимает, да, процесс минут 10 Вот, смотрите, мы сейчас отделили желтки от белков Уже взбили желтки Горчицу Лучше брать французскую или жижонскую Вот такими зернышками Да, да, да Добавили туда соль и перец Все это взбили Домашний майонез с жижонкой горчицы Затем туда пойдет оливковое масло Его можно заменить на растительное Нам больше нравится с оливковым Мы готовим с оливковым Берем мы на 2 яйца 200 мл масла И тоненькой струечкой вливаем по чуть-чуть Взбиваем Можно вручную взбивать или миксером лучше? Конечно, лучше блендером или миксером Есть с чашами, там еще быстрый процесс пойдет Все, добавили все масло Затем нам нужно добавить белки Тоже очень долго, обильно взбить Чтобы вся эта масса стала воздушной, белоснежной Ну и чтобы добиться светлого цвета Добавляем капельку лимонного сока И чем больше лимонного сока Тем ближе по цвету он будет к заводскому майонезу Правильно? По сути, да, наверное Вы не представляете? Это очень все недолго делается Точно так же барбекю соус Вы уже пробовали А он же готов ко второму хот-догу Да, это у нас второй хот-дог Там у нас сырный соус Тоже, собственно, производство соус барбекю Охотничья сосиска копченая Кранчуг, сыр и бекон поджаренный Лекой соус барбекю отдельно Это сырный соус В составе сливки Сыр Собственно, куркума Соль и перец И капельная паприка Куркума, курку Куркума, курку Куркума, это специя Она такого желтого цвета Мы здесь ее добавляем, собственно, для цвета Любимый хот-дог Антона Моткуса Я ему оставлю Смотрим голодными глазами На сахаре Очень Я сейчас буду испачканый наверняка Ну да ладно У нас есть салфеточка Очень, очень нежная булочка Воздушная прям Я тебе крайне рекомендую Ну что ж, давайте будем Подходить к завершению Этой прекрасной студии Говорим огромное спасибо Нашим друзьям Приходите чаще Спасибо, конечно А вы теперь знаете, где можно вкусно И полезно И так оригинально Покушать Сделайте салфи С такой необычной булочкой Спасибо большое Best Friends Food Truck Который всегда готов накормить красноярцев Где вас искать-то? В какой части города? В Борисково, 1А Работаем с лети До часу Приезжайте в гости До часу ночи Можно Я думаю, поздний ужин В данном случае Это то, что надо Но мое утро продолжается Двигаемся дальше Ну а сейчас прям будем жевать